Первый чемпионат мира для Виктора Брачени прошел в его 16 лет. Там он завоевал бронзовую медаль, которая подарила лишь горечь, разочарование и мотивацию двигаться дальше. Сегодня он 20-ти кратный чемпион мира, а всего в копилке спортсмена 75 медалей, 48 из которых золотые. Наверное, начну с чемпионата мира. Он проходил с 24 августа по 3 сентября. Я там завоевал две золотые медали. Это уже 19-я и 20-я золотая медаль чемпионата мира. Все начиналось в этом году, в июне месяце. Это был чемпионат Европы, Кишинев, Молдова. Два золота. После этого в июле через месяц в Загребе, в Хорватии, левая и правая рукавистовая категория занос золото. И также проводили на определение абсолютного победителя Кубка мира. То есть золотая медаль в этот прекрасный кубок. Приехали в Беларусь, чему-нибудь чрезмерно нарад. И вот то, что я рассказывал, закончил сезон еще через месяц после уже Кубка мира с двумя золотыми медалями с чемпионата мира в Казахстане. А ведь врачи пророчили ему инвалидность с детства. Сомневаюсь в том, что мальчик когда-либо сможет начать ходить. Шесть операций на ноге и детство в больницах. Внутренний стержень спортсмена не позволил ему сдаться. Его сложно представить вне спорта. Выступление на соревнованиях, спортивное образование, работа сначала в управлении спорта, а сейчас тренер в Брестском фитнес-центре. И на достигнутом Виктор Браченя останавливаться не намерен. Здесь уже ты соревнуешься сам с собой, потому что спортивная жизнь – это та же жизнь, только хочу прожить максимально достойно, чтобы быть примером для подражания своих детей. Мотивировать не только служить для деток, но также других спортсменов, что все возможно. Можно выигрывать, не обязательно жить в крупном городе, то есть я сам родом из Матекал. Можно и нужно добиваться успеха. Главное – верить. Победы куются в голове, поэтому если ты веришь в успех, то он непременно придет. Столько раз оставаться лучшим – сложная и кропотливая работа. Тем более, что достойных конкурентов у Виктора много. О самом трудном и решающем поединке в карьере спортсмен вспоминает с улыбкой и легким волнением. Самый сложный поединок за всю мою карьеру в спортивном – это был на чемпионате мира на левую руку. Первая схватка у меня была с моим соперником – хорватом. То есть сначала фол у меня, потом фол у него, потом я его выигрываю. То есть это по времени как три полноценных, таких серьезных поединка. Я выхожу в финал без поражений, он всех выигрывает в финал с поражениями. В финале у нас идет борьба до двух поражений. В финале он меня выигрывает, у нас по поражениям 1-1. То есть уже проблема, скажем так, уже больше был шанс, что победит он. Но и опыт, и стремление к победе, ну, конечно же, мастерство сыграло свою роль. То есть я выхожу всегда, чтобы добиваться победы на максимальный результат. Поэтому, в принципе, попал он, скажем так, в мои сети. То есть мы боролись за это полминуты, это очень долго, для армейстинга это целая вечность. Но, слава богу, золотая медаль, трудовая, моя. И вот на следующий день, на правую руку, уже он завоевал бронзовую медаль. И у меня, получается, в финале был спортсмен из Украины. То есть я его победил и стал уже 20-кратным чемпионом мира. Тренируется спортсмен регулярно. И неудивительно. Личная планка для него 100 золотых медалей. Однако сейчас он ненадолго прервется. Ведь впереди важная операция на локоть правой руки. Тренировался я 3-4 раза в неделю по 2 часа. Сейчас операция, ну, до Нового года буду восстанавливаться. После Нового года уже будут полноценные тренировки. Чемпионат Европы пока планирую пропускать. Планирую пропускать. Хотя могу выступать на левую руку только. Но я хочу подготовиться непосредственно на чемпионат мира, потому что он будет проходить в Гане, в столице Гана Акра. Будет очень серьезный уровень. Поэтому я буду делать ставку только на одни соревнования. Спортсмен не только участвует, но и сам организовывает соревнования. В частности, в Бресте прошел первый турнир по армрестлингу на призы заслуженного мастера спорта Виктора Брачени. Есть ребята, которые тренируются. То есть у нас, друзья, братья не только как спортсмен, но и организатор. В этом году в марте в Бресте провел впервые состоялся чемпионат Беларуси по армрестлингу с единственными женщинами. До этого к нам никто не мог, не было организатора, кто мог бы сделать. Также 22 июля я провел турнир на призы, на свои призы. То есть там был отличительный такой момент, что медали были с первого по шестое место. То есть с первого, второй, третий большие медали и с четвертой, пятой, шестой малые медали. Также для всех спортсменов был организован туршет совершенно бесплатный, конечно же. Поэтому в следующем году этот турнир получит статус международного. Поэтому жду, буду ждать гостей из ближнего, зарубежья. То есть ребята есть, ребята растут. Только вот в этом году 9 спортсменов есть, которые тренируются в Дельте, приезжают бороться. 9 человек выполнили на мотив кандидата в мастера спорта. Спортсмен, семьянин, патриот – все эти качества идеально описывает Виктор Обрачению. Он отмечает, что всех этих достижений не было бы, если бы не поддержка любимого города и родной области. Хочу поблагодарить руководство Брестского областполкома и лично Юрия Витальевича Шулейко. Мне вот все соревнования оплатил областполком для управления спорта. Также поддерживают в тренировках, подготовках. Также это спонсоры, которые меня поддерживают. Конечно же, не совсем так, как хотелось бы, но слава Богу, что уже это постоянная такая поддержка, которой мне действительно так не хватало. Надеюсь, что в следующем уже году немножко будет легче в подготовке и в поездках на соревнованиях. Уже завтра в Бресте продают любительские соревнования по армрестлингу для мужчин всех весовых категорий. Осудить его будет наш герой Виктор Браченя. О том, как это было, смотрите в итогах недели на телеканале Бук-ТВ. Василий Набуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.